Девочка-пай Люди по-разному относятся к живописи. Одних она не интересует совсем, другие в погоне за редкими картинами готовы на преступления. Существует полотна, цена которых достигает миллионов, а то и десятков миллионов долларов. Но большинство дожидается своего среднестатистического покупателя, чтобы украсить его обычное жилище. Почему? Оказывается, чтобы понять шедевры живописи, их нужно уметь читать. Давайте внимательно рассмотрим три картины, в которых на первый взгляд нет ничего необычного. Ян Ван Эйк – величайший нидерландский живописец Северного Возрождения. Не только художник, но и новатор. Именно он усовершенствовал масляные краски, после чего они стали популярны у других мастеров. Им написано более ста полотен на религиозные темы. Самый знаменитый из них – Генский алтарь. Придворный художник герцога Бургундского Филиппа Третьего Доброго Ван Эйк был неплохо образован и посвящен в тайные дела двора. В его работах нет никаких случайных деталей. Они отображают средневековое мировоззрение. Перед вами картина, название которой стало известно из инвертарной книги только через сто лет после создания полотна. Фактических данных о ней очень мало, поэтому споры искусствоведов всего мира не прекращаются до сих пор. Итак, кто изображен и какое послание зашифровал художник? Большой портрет Арнольфини в комнате со своей женой. Посмотрите, на картине изображен момент бракосочетания. Рука невесты вложена в левую руку жениха. А его правая изображает жест клятвы. У современников, наверное, возникнет вопрос. Почему, если это невеста, то в зеленом платье? Белые платья стали участниками свадебного ритуала только с 19 века. Дамы не беременны, как это может показаться на первый взгляд. Это фасон платья, который был моден. Обратите внимание, невеста изображена на фоне кровати. Здесь это намек на чадородие. Видите плоды возле окна и кровать. Они указывают на блаженство в браке. Эти четки, метелочка, святая Маргарита – не просто детали картины. Это предупреждение о том, что в браке нужно быть сдержанным, осмотрительным, не давать особой воле сексуальным желаниям. Таково средневековое мировоззрение. А так как Ван Ик был придворным художником, он не мог не отразить взгляды общества на любовь и ее телесные проявления. Для него это вещи сомнительные. Вы спросите, а где же священник? Видите горящую свечу над головой мужчины? Дело в том, что она-то и олицетворяет Око Божье. В те времена, если горела свеча, то священнослужитель мог не присутствовать на брачной церемонии. А это один из самых таинственных объектов картины – зеркало. Давайте его рассмотрим. На раме изображены страсти Господня. А вот в самом зеркале видно отражение еще двух человек, которые находятся в комнате. Один из них – неизвестный. А второй – сам художник Ян Ван Ик. И сверху над зеркалом напись «Здесь был Йоганс Ван Ик». В начале 20 века были предположения, что так художник засвидетельствовал факты бракосочетания. То есть это уже не просто картина, а документ. Правда, со временем эту теорию опровергли. Заключать браки таким образом было незаконно. Обратите внимание на пространство между фигурами и их отражение в зеркале. Расстояние разное. На картине фигуры высокие, почти до уровня люстры. А в зеркале маленькие по отношению к пространству. Но мастер делает это из художественных соображений. Ведь если бы он хотел засвидетельствовать события, он не исказил бы реальность. Символы – кровать, метелка, четкие плоды, которые расположены вокруг фигур, они тоже оспаривают, что это точный реализм и превращают картину в моральный урок. Об этом говорит еще один персонаж картины – собака, которая как символ имеет две трактовки. С одной стороны, это верность и дружба, но с другой – это символ греха, похоти и порока. Собака с картины Ванейка в зеркале не отражается, потому что это символ дьявола. А Ванейк предупреждает, что в браке нужно контролировать свои желания, не поддаваться искушению, чтобы не попасть в ловушке, которая расставляет нам дьявол. Конечно, для нас этот символизм непрост, но вот образованные современники Ванейка читали эти знаки с легкостью. А это еще одна интересная работа – картина Ганса Гальбейна-младшего «Послы». Если вы окажетесь в национальной лондонской галереи, вас непременно подведут к ней. Это полотно расположено на выступающей стене таким образом, чтобы на него можно было смотреть под разными углами, и это не случайно. Ганс Гальбейн-младший – живописец Северного Возрождения. Родился и вырос в семье художников. И именно Ганс стал самым знаменитым представителем этой фамилии. В отличие от Яна Ванейка, который показывает нам целое мировоззрение средневекового человека, здесь художник оставляет послания другого рода. Гальбейн – интеллектуал и славился при дворе тем, что шифровал некоторые элементы в своих работах, а придворные пытались их отгадать. Перед вами парный портрет, написанный в 1533 году. Заказал этот портрет персонаж слева – Жан де Дентервиль, посол французского короля в Англии, а второй, изображенный на картине, его друг – Жорж де Сельф, епископ французского города Лавура. Любопытно, что на этой картине мы легко можем узнать возраст персонажей. Смотрите, надпись на кинжале в руке посла – 29, а вот епископу – 25 лет. О чем говорит надпись на этой книге? В центре полотна находится этажерка. На ней – суть увлечений послов. Верхний ярус – это приборы, связанные с небом. Астрономический глобус, гноман, квадрант. А нижний – земное. Глобус земли, карты, циркуль, лютня и книги. Картина была написана в период церковного раскола в Англии – реформацию. Вы видите сборник святых гимнов. Они не противоречат главным заповедям христианства. Из-за занавески виднеется распятие – напоминание о том, что Бог всегда следит за людьми. Обратите внимание, распятие – черно-белое по отношению к картине. А вот и главная интрига – это пятно на полу. Если приблизиться, чтобы рассмотреть его, то изображение размывается. Увидеть, что это возможно только если встать справа от картины. Это прием, придуманный еще Леонардо да Винчи – аноморфоз. Оптический обман. Посмотрите, пятно превращается в череп – знак неизбежного земного конца человека. Тем самым художник оставляет нам послания. Научные открытия, деньги, высокие посты, личные переживания – все это бессмысленно перед тем концом, который всех нас ожидает. Для тех, кто не задумывается и смотрит на вещи поверхностно, жизнь так и останется большим серым пятном. Такие послания оставляли не только в эпоху Возрождения, но и в 20 веке. Например, работа самого известного сюрреалиста. Эксцентричный испанец. Был живописцем, графиком, скульптором, даже режиссером и писателем. Давайте посмотрим на картину. Перед вами галлюциногенный Териадор. Работа 1969 года. Художник говорил, что в ней вся антология его образов. Это полотно представляет собой некую компиляцию из деталей, созданных Дали ранее, либо подзаимствованных у других художников. Вот этот кубистический стул с картины Хуана Гриса «Натюрморт на стуле». А справа от него – возрожденный образ мальчика из ранней картины самого Сальвадора Дали «Призрак сексуального влечения». А на заднем плане полотна «Римская арена», видите? Ну и, конечно же, портрет Галы, Музы и жены Сальвадора. Дали, как и большинство творцов того времени, интересовался Каридой. И еще он очень любил знаменитую поэму Гарсия Лорки «Плач по Игнасию Санчесу Мехиасу». И главным героем картины он делает Ториадора, который убил быка, но и сам оказался смертельно ранен. Основной мотив картины – это двойной образ. На коробке с карандашами художника была изображена Венера Милоская. Однажды Дали вдруг увидел в ней лицо Тореро. Посмотрите, фигуры Венеры Милоской повторяются, и из ее теней возникает главный герой – Ториадор. Многозначный облик Ториадора включает в себя и образы умершего младшего брата, нескольких ушедших друзей и самого Гарсия Лорки. Возможно, что необычный зеленый цвет галстука Ториадора также является аллюзией на знаменитую строку Лорки «Любовь моя цвет зеленый» из сомнамбулического романса. А роза на лацкане его пиджака повторяет центральный образ цветка из «Оды Сальвадору Дали», которую художнику посвятил Гарсия Лорка. Обратите внимание на эту слезу – предчувствие смерти героя. Тореро уверен в том, что он победит быка, и он сделал это, о чем свидетельствует голова быка в лужу крови. Но бык смертельно ранил его, и молодой Ториадор трагически погиб на арене. В самом центре аркады арка, в отличие от других, она не отбрасывает тени, а парящий с двух ее сторон ангелы символизирует небесные врата, сквозь которые проходят душа мертвого Игнасио и Ториадора Дали. Над смыслом и загадками многих картин до сих пор спорят исследователи. Возможно, художники оставили записи, которые помогут поставить финальную точку в спорах. Но их предстоит еще найти. Редактор субтитров А.Семкин